Ну что ж, ребят, всем привет, а это у нас очередное видео с ответами на ваши вопросы. Технически это третье, но второе подряд, как раз по причине, что сейчас делать на ютубе особо нечего, так что я разгребаю такие темы, такие себе, скажем так, и Q&A относится как раз к этим самым таким себе темам, просто потому что их не то чтобы очень много кто смотрит, но я знаю, что здесь есть заинтересованные люди, поэтому этот ролик все еще тут и, возможно, я буду делать еще, но не следующим роликом точно. Если у вас есть какие-то идеи, вы хотите что-то послушать конкретное на какую-то тему, то вы можете об этом написать, сейчас я, наверное, буду делать, ну, много чего в плане соглашаться на всякие идеи, которые не требуют много сил и времени, потому что сейчас у меня очень сложный период и, честно говоря, даже не до ютуба. Очень вообще жаль, что все это скатилось вот в эту яму и пришлось поменять кардинально свою жизнь, мне это не нравится, я человек стабильности, я люблю, когда у меня все идет как надо, день за днем одно и то же, меня это всегда устраивало, теперь у меня все по-другому и мне это не нравится. В любом случае, на этом мое нытье закончено, я перехожу к вопросам. Я взяла несколько с нового поста и несколько со старого просто, потому что там было очень много вопросов, а я их пропустила в тот раз и на самом деле мне вообще-то стоило их изначально оттуда взять, но бывает, я просто тупанула. В любом случае, давайте начнем. Расскажешь поподробнее про Аске, на каких площадках ты отвечала от лица каких персонажей и в каких художественных движух ты участвовала? Я участвовала в никаких художественных движухах, ну, просто потому что мне это неинтересно, а в Асках я была всего в двух. Это был Яндери Симулятор Аск, Это был на тот момент самый крупный Аск, но он умер. Он умер по несчастному случаю, скажем так, его убили. Группу взломали, оттуда почистили подписчиков и очень много людей было удалено. Естественно, всех тогда грешили на вторую группу, которая чуть-чуть не догоняла наш Аск. В любом случае, подписчиков вернули, но Актив уже не смог вернуться и все отвечающие там просто расстроены. Они разошлись и Аск перестал работать, но второй Аск вроде как до сих пор работает, я не буду говорить. Это было очень давно, он уже давно не работает. Отвечала я тогда за Саки, как помню, и еще я отвечала за Мэй, кажется, я не помню, как ее зовут. Это было очень-очень-очень давно. И я отвечала в Аске по Винкс, это был 18+, так что примеров не будет, без картинок. Но я отвечала за маму Стеллы, Луну. Как ты относишься к непрошлой критике и сильному выгоранию с артблоком после этого? Я уже отвечала, у меня есть целый видос про непрошлую критику, я ее терпеть не могу. Но дело в том, что иногда чел, ну скажем так, он просто неумный, и он пишет это, и ты ему можешь сказать, типа, но я не просила, он там извинится, удалит комменты, как бы все про это забудут, все будет здорово. А есть челы, которые делают это назло, они знают, что тебе это не нравится, они это делают. Это можно просто приравнять к хейтерам, а хейтеров, как известно, мы не слушаем. Поэтому никаких выгораний от того, что там произошло, просто не будет. Я давно перестала читать хейтерские комменты, потому что, ну камон, у меня типа и так жизнь не сахар, сейчас бы еще читать хейтерские комменты, поэтому артблоки у меня и выгорания случаются уж точно не из-за непрошлой критики. С какого года начала рисовать, и что конкретно, и связано ли это с какими-то эмоциями и воспоминаниями? Это очень сложно, я рисую всю жизнь, но полноценно я, наверное, начала рисовать где-то в 2015 году, но может быть даже позже. Я не могу вспомнить, я не могу назвать, да, у меня очень много скетчей, но я так понимаю, речь идет о полноценных работах. Скетчи я до сих пор делаю, у меня весь скетчбук в них, это как бы просто очень всратые головы, не головы, руки, ноги, части тела. Редко что-то полноценное, даже не раскрашенное, и я и тогда таким занималась. А в каких фандомах ты состояла? Технически, никаких. Если я чем-то интересуюсь, это не значит, что я буду по этому рисовать. Но у меня есть, опять же, по Яндере симулятору очень много картинок с того времени, так что, наверное, это единственный фандом, в котором я прямо состояла. Остальные фандомы, ну, они просто есть, но я не часть, как бы, всей тусы. Здравствуй, Брис, и тебе привет. Мне всегда было интересно, как вы с Перпин общаетесь. А называйте друг друга по именам. Ну, конечно, мы же знакомы с ней, как бы, давно, поэтому мы называем друг друга по именам, и точно так же с остальными людьми. Есть ли персонажи, которым ты заменил какую-то деталь, или что-то подобное, или какое-то другое имя? Сорян, не хочу читать полностью вопрос, но вы поняли. Это можно сказать про всех персонажей. Когда ты создаешь первый концепт, это не значит, что он будет работать. Вот я, например, сейчас работаю над персонажем, который идет во вселенную к Софи, и я уже сделала скетчей 5 или 7. И каждый из них отличается какой-то мелкой деталью, потому что сначала я думала, что она там нужна, потом я думала, что она там не нужна, потом я заменила это на другую, и я так буду делать до тех пор, пока я не сделаю ей полноценный дизайн. То же самое с именами, но на самом деле это бывает редко, просто потому что обычно имя персонажу придумывается у меня. Внезапно просто приходит какое-то имя в голову, и оно настолько прилипает к персонажу, что ты не можешь придумать другое. Так обычно у меня это и происходит. Ты будешь обновлять мод для Friday Night Funkin'? Нет. Если вы еще не знали, или может вы новенький, или без понятия я делала мод для игры со своей близ. Просто по приколу, потому что мне хотелось попробовать в анимации. Обновлять я его не буду, потому что там нет просмотров. А сейчас в нынешней ситуации Ютуба это тупо бессмысленно, потому что в любом случае большинство просмотров было бы как раз из России, а это делает. Это, короче, ничего не делает, денег не будет, все как обычно. А делать мод оказалось очень сложно, чтобы вы понимали эти три несчастные песни, которые вы прошли, скорее всего, за 10 минут. Я делала полгода. Полгода. И я делала даже не одна. Мне пришлось собрать команду из программиста и музыканта. То есть нас было как бы трое, и мы это делали полгода. Так что нет никаких модов по Фрайде Найт Фанкин никогда. Все, все. Сколько тебе потребовалось для создания своей вселенной ее персонажей, чтобы ты могла посоветовать для создания новой вселенной ее правил? Ну, во-первых, у меня есть видео на эту тему. Оно, конечно, старое, но вы все равно его можете посмотреть. Я уверена, что я мало что-то поменяла по мнению, так что да, можете посмотреть. А моей вселенной уже очень много лет она создавалась просто по чуть-чуть. Я никогда себе не ставила цель, вот мне надо придумать вселенную, чтобы там люди ее лайкали, читали. Нет, я ее просто делала, поэтому это заняло много времени. Я это делала, делала, делала и делала чисто для себя. А теперь я это по-тихому выкатываю, иногда что-то меняя, потому что... Ну, потому что некоторые вещи, они должны оставаться только в моей голове. Посоветовать? Ну, просто думайте, читайте, ищите информацию. Больше чего сказать не могу, на самом деле. Какое время суток тебе лучше всего рисуется? По ночам, я думаю, это очевидно. Ближе к вечеру, к ночи, когда уже начинает темнеть. Днем рисуется очень тяжело, особенно летом, потому что солнце светит в экран. На чем изначально основывались твои персонажи? Может, Брис была предметом для подражания или просто идея возникла из ниоткуда? И вопросы про стиль и как долго я его делала. Итак, начнем с того, что мои персонажи все технически основывались на какой-то моей части, но это очень сложный вопрос в том плане, что персонажей у меня много. Но про Брис я могу точно сказать, что в свое время я ее создавала как раз как предмет для подражания. Я могу объяснить в том плане, что я очень была зажатым ребенком, и меня очень много кто обижал в школе, булил, бла-бла-бла. Брис себе это никогда в жизни не позволяло, ее никто никогда не обижал, потому что она может подойти, дать морду и уйти. Мне тогда пришлось создать этого персонажа, чтобы хоть как-то, не знаю, пытаться подражать на нее. Естественно, я до сих пор на нее не похожа, я даже не пытаюсь и все такое. Но изначально она была просто как ориентир на того человека, с которым мне было бы комфортно находиться. Я знаю, что Брис бы не было комфортно со мной находиться, я чмо. Но, тем не менее. По поводу стиля. Стиль это то, что можно вырабатывать вечно. Я не думаю, что у меня он есть. То есть нет, конечно он у меня есть, там меня могут узнать, люди там иногда пытаются косить, это очевидно, но он меняется чертовски быстро. Особенно с моей скоростью рисования. Я рисую каждый день очень много. Очень много я редко, когда не рисую вообще за день. Это не знаю, что должно произойти. И из-за этого стиль он как бы меняется. Я пытаюсь там изучать какие-то основы анатомии и прочее, прочее, прочее. И, естественно, картинка меняется. Я, честно говоря, думаю, что к концу года это опять же будет уже совершенно другой стиль. Если поставить моих каких-то две Брис, не знаю. Потому что, ну, я ее чуть-чуть рисую рядом. С разницей в какой-нибудь месяц или два уже будет видно, что стиль, он немножечко другой. Это сложно объяснить, но я думаю, вы поняли. Менялись ли персонажи в период твоего взросления? То есть, когда ты росла, твои персонажи тоже росли. Да, это почти всегда происходит с художником. Поэтому чуть-чуть или даже не чуть-чуть, но они менялись по-тихому. В основном это... Я не знаю, как это объяснить. На самом деле, я уже рассказывала это, по-моему, в своем общем видео с Перпин по поводу Брис. Мы показывали, что там были какие-то детали, которые менялись. Но, типа, это не сильно большие детали. Но чаще какие-то изменения происходят в истории. Потому что дизайны обычно мне нравятся. Я их создаю на века. В общем-то, вот. На этом вопросы закончились. Спасибо большое, ребята, что задавали их. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чекайте инст, вк, твиттер. Хотя я в твиттере не пишу, но ладно. Всем большое спасибо еще раз за просмотр. И всем отличного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok